Некоторые наставления, связанные с транспортом и участниками наружного движения. Человек должен бояться того, что кто-то пострадает от его действий. Для разумеющих будет достаточно хадиса, посланника Аллаха, сан Аллаху алейкум ассалям, не дозволяется одному мусульманину пугать другого мусульманина. Абудаут, это сказано всего лишь о беспокойстве, а что говорить о нанесении учеба, здоровья и имущества. Ученые богословы утверждают, что даже за причинение беспокойства человеку нужно попросить у него прощения. Садясь за руль, нужно знать, для чего нам Всевышним дан этот транспорт, и в каких целях его нужно использовать. И каждый должен понимать, что вред, нанесенный кому-либо, в первую очередь касается его самого, потому что ему неприятно придется отвечать за этот пирс и Вышним Аллахом. Существует несколько условий, при соблюдении которых есть надежда на то, что мы сможем уберечься от всяких бедных дорог. При чем сесть за руль, следует тщательно осмыслить автомобиль, как того требует нормы технического обслуживания. И не использует транспорт, если он неисправен. Не следует доверять вождению автомобиля, человеку не знающему правила дорожного движения и не владеющему навыками вождения. Так не следует позволять детям управлять автотранспортом, приезжая по городским улочкам и магистралям, независимо от времени суток, быть сосредоточенными и пиливыми. Водители, водители сбавляя скорость, места скопления людей на переходах, особенно на перекрестках, где нет светофоров, у пешеходных переходов. Водители следует перевождать, пока люди не пройдут. Не следует останавливаться на проезжей части дороги или на местах, где ходят люди, имея на то веской причины. Нас давать неудобства другим проезжающим и пешеходам. Религия требует от нас убрать с дороги любую вещь. Колючку, камень, веточку, которая может стать причиной вреда и препятствия для прохожих. Ходисы говорится, что устранение здоровья того, что вредит людям, является одной из частей веры и мана. Непозволительно мешать другим, заставляя их беспокоиться, нарушая движение транспорта. Истинный мусульманин тот, от вреда языка и деяния которого застрахованных, то есть защищены другие, говорится о другом. Ходисы переданным мусульманам и Аль-Бухари. Не разрешайся класть машину груз, не советуясь говорить там кузова, ибо он не может задеть другие машины и людей. А в достоверном ходисе, рассказанном мусульманам и Аль-Бухари, говорится, если кто-то из вас идет по рынку или к мечети со стрелой для лука в руках, то пусть прикроет ее острие рукой, чтобы оно случайно не укололо мусульманам. Перед тем, как сесть в машину, желательно произнести висмедах и рамсмане Рахим на того, кто произнесет это выражение непременно, не зайдет благодать. К тому же есть специальные, мои любые дуа, переданные от пророка, которые читают, когда садятся на транспорт. От пророка, их мы приведем ниже. Запрещено парковать машину в неположенном месте или в местах скопления и провода людей, препятствовать движение машин и пешеходов на узких улицах. Это может причинить ущерб другим. Кто-то не сможет вогремя дойти или доехать по срочным делам, или машина скорой помощи не сможет приехать к больному вогремя. Религиейства выделяют большое внимание в соблюдении прав человека и сохранении его от всевозможного вреда. Даже посещение мечети среди поклонения Всевышнему не может служить оправданием нарушений, установленных правилами дорожного движения. Правила дорожного движения прописаны и установлены не только для водителей, но и для пешеходов. Нередко виновниками аварии являются люди, переходящие дорогу во неположенном месте на красный свет, увлекаясь телефоном, не оглядываясь по сторонам и так далее. Поэтому и пешеходы должны помнить, что они не суд, а действенность перед обществом и Всевышним. Специалисты разработали правила и установили дорожные знаки, сообщающие нам нужную информацию. Необходимо соблюдать даже самое малое требование этих знаков. Знаков этого требует от нас религия. Для чего нужны эти обязанности? Для того, чтобы не попирать права других людей и уберечь их из себя от вреда. Поэтому ученые говорят о необходимости соблюдения правил дорожных движений, которые установлены целью предотвращения дорожного транспорта. Происходящие дорожного транспорта, происходящие дни, сохранение жизни и здоровья людей, высчитывая сложившуюся обстановку, муфти от республики. Дагестан настоятельно призывает граждан соблюдать правил дорожного движения целью, сохранение жизни, здоровья и отчестенного спокойствия.